Вот на таком автомобиле мы поедем сегодня, взяли в каршеринге, 10 рублей в минуту Ну что? Вот столько у нас вещей, большой рюкзак 90 литров, плюс еще 30, то есть 120 литров, рюкзак 30 литров и все, в общем-то больше ничего. И все сюда вмещается 4 спальных мешка, одна палатка и куча всякой мелочевки. Да, как будто мы едем в какой-то южной стране. На самом деле это Россия. Горы, конечно, немного в облаках сегодня. Ну конечно, сегодня целый день дождик обещали. Надеюсь, что завтра будет все-таки солнышко. Этот мост мне больше всех нравится здесь. Такой современный. Съехали с главной дороги на старую. И сейчас попадем в Красную Поляну. Еще у нас задача купить газ. И что и все. В принципе, можно уже машина будет оставлять до краю тропы. Здесь мы купим баллон с газом. Нашли вот такой баллон вот в этом магазине. А в том магазине нифига не было. Потому что теперь мы с газом. Мы решили идти до Зеркального озера. Через... То есть вдоль реки Бешенка. По самому экстремальному маршруту, как говорят. Посмотрим. Ну просто, по крайней мере, на нем будут туристы, скорее всего. Вот. И кто-нибудь нам да поможет, если что. Ну правильно. Вот маршрут на Чепсинске. 13 маршрут, который мы взяли. Вот. Все. Налево поворачиваем. Туда и надо нам. Вот. Приехали на точку высадки с Красной Поляны. Вот Рыбина. Доказатель на Рыбина. И вообще, в принципе, здесь достаточно указателей, которые указывают, куда надо ехать. Куда надо идти. Куда надо ехать, чтобы приехать к начальной точке маршрута. Маршрут. Да. До Зеркального. Зеркального. Говорит, что 1118 метров перепад высот, получается. И Дальмены мы, походу, не увидим. Нет, нет. Так, получается, высота 720 метров. Маршрут начат 1340. Я совсем забыл сказать, что рюкзак у меня 15 килограммов, а у Наташи он 5,5. Вот такой вес мы тащим. Сегодня нам предстоит пройти тысячу метров вверх. Точнее, 1100. И где-то в районе 6 километров пути, да? Ну, в общем, в районе 6 километров. Может, 7 километров. Такой вот уклон получается большой. Вот она, бешенка. По сторонам надо смотреть. Сейчас чуть не пропустили. 13 маршрут. Наш. Как все оформлено. Так, смотрим. Маршрут на Чипсинские водопады. Выходим, попадаем в купель. И дальше нам нужно идти до стоянки, до озера Зеркального. Это вот будет наша ночевка здесь. И отсюда до сюда тысячи метров перепад высот. Вот так вот. Это тоже карта. А где мы находимся? Вот недобие. Вот наш. А, вот 13-й. Кстати, вот он продлевается до очишек. Смотри. Вот сюда вот мы идем. Но это на второй день. Вот здесь стоянка будет. А, нет. Вот здесь стоянка, вот в озере Зеркальном. А потом мы пойдем вот отсюда на Чипсинские водопады. И вот сюда. Вот это все. Так, вот, да, озеро Зеркальное. Так, отметим еще сколько у нас. Сейчас 786 метров высота. 20 минут идем от начала маршрута. До заката 4 часа. Так, кавказская груша. Вот она. Где-то мы даже уже видели груши, что падают. Здесь, ну сейчас здесь вот не видно. Так, если к вам приближается медведь, вот, то это еще не означает агрессия с его стороны. Медведи вот слеповаты. Часто зверь, зверь, подход просто для того, чтобы рассмотреть непонятный силуэт. Ну да, рассмотрю. Как рассмотрят, так и следят. Сразу. Не надо. Кстати, очень удобно, что они расположили вот эти таблички здесь. Можно сразу по QR-коду купить укропаться заповедник, если кто-то вдруг не купил. Плющ колхидский. Какой-то красивый. А потом пойдем наверх. Откуда снизу он пришел, а потом поймает. Что-то резко. На видео нифига не видно, что резко. Около купели, есть туалет специальный. То есть, если в туалет захотите, можно сходить, чтобы не в лес сходить. Ну так он, так себе, конечно, там. От себя. Дырка. Вот, что получается у нас. Получается 912 метров. Идем уже почти час, 54 минуты. Дистанция у нас, к которым прошло 2,39 километра. Такая вот кутырь красивая. Так что у нас нет времени, чтобы мы скипались. Данная теплота. Так, делаем перерыв на стоянку. Сейчас 14.38. Ну, сейчас мы поднялись, не знаю, метров на сто пятьдесят. А там еще надо на километр почти подняться. Переложили. Вот, получается, действительно, как я и говорил, 4 километра, 3,8 километра и подъем 900 метров. Все, значит, закончилась стоянка наша. Так, получается, маленько таймер, не таймер, дистанция перескочила почему-то. Я не знаю, было 2,77 по-моему, метра. Ну, можно, конечно, походили чуть-чуть, стало 3 километра. Ну, в общем так, пошли бы с ним с маршрутом и погулялись не туда. Вот расстояние. Ну, конечно, расстояние маленько плавает здесь. Так, ощущение, что из-за гор. Сюда-сюда. Еще пошел ливень. Вот такой вот. Прям вообще неприятно. Ну, хорошо у нас все есть, для того, чтобы не намокнуть. Блин, да что ж такое-то? Орехи. Блин, мост опасный, поэтому надо как-то аккуратно идти с интервалом 10 метров. Так, короче, получается 1000 метров высота. 1 час 50 идем. На расстояние внимания не обращаем. Пошли, пей. Аккуратнее, Наташа. Если вы не ждали, я там... Деревешься, держись. За трос. За трос, держись. Тут на камере не так страшно все смотрится. Но по факту очень тяжело. Сейчас. Вот, 1079 метров. Идем 2 часа 8 минут. Мы сейчас вот поднимались там-там-там-там-там. Пришли сюда, вроде плоская, ну, ровная поверхность. Вот. И вниз пошла. То есть, походу, это траверсы. И вот проблема в горных походах, она такая, что можно думать, что тебе нужно на высоту, например, 1600 метров. Но нужно в то же самое время помнить, что бывают траверсы, которые идут и вверх, и вниз. И набирать высоту приходится по несколько раз. Вот. Это пещера. Ну, для медвежьей, наверное, маловато. Потому что не знаю, кто здесь может жить. Вот такими синими метками обозначается путь. Чтобы путники не заблудились. Так, привал. Устала? Даже не отвечает. Устала. Устала, говорит. Привал. 1209 метров. 2,5 метров. Опять бы, да. Ливень у нас настал. Снова. Короче, град пошел. Градины летят. Беда, беда. И штаны сейчас все промокнут точно. Хоть я и в хвоща. Но в хвоща все течет. Блин, град-то какой. Вон летит аж. Вот так вот летит на нас град. Ау, и по рукам-то бьет очень сильно. Прямо вот градины льдют. Ааа, как неприятно, как больно. А? По дереву спрятаться, говорю. Че ты стоять там? Ну, поипок надо, давай. Ну, это не дерево. Так вот все засыпало. Засыпало все. Как он взятый градом? Так все засыпало градом. Все белое. Так, высота. Высота сейчас получается. 1286. Так, сколько у тебя прошли мы по расстоянию? 4,95. Так если там 6 километров, мы уже почти пришли, нет? Ну, там осталось-то немного. Ну, как немного? Высота только. Высота только осталась. Сейчас вот 1300 метров. Получается, нам нужно 1800, да? 500 метров еще по высоте пройти. Все, вышли из леса. Высота 1375 метров. Так вот, открывается. Да, и вот непонятно, кто повалил вот эти растения. Такое ощущение, что животное какое-то ходило большое. Может, на видео не видно, но вот здесь вот повалено. Вот здесь повалено. Так. На самом деле на лесных маршрутах почти нечего смотреть, если так подумать. За исключением всяких вот таких вот интересных штук. Бывает, встречается. Ну и никаких видов с горы здесь нет. Так, привал. 1506 метров. Идем 4 часа. Надо остаться 1,2 километра. Такое ощущение, что будем загнуться. Ну, завернуть за гору, и уже мы будем на месте. Так, совсем темно. 1600 метров. 18 часов. Время 18 часов 11 минут. Идем 3,5 часа. Осталось 300 метров вверх. Делаем перерывы. Каждые 100 метров по 5 минут. Получается. И каждые где-то 25-50 метров по 2, по 1-2 минуты. Не знаю, видно, что здесь или нет, но вот уклон вот такой вот идет. Вот здесь вот обрыв, прям вот реально вот эта вот линия обрыва. То есть, если здесь упасть, вот таким вот углом. Тут просто травы больше. Ну вот он, реально вот такой вот угол. Вот он пошел. Если тут упасть, особенно во время дождя, как сейчас, ну, туда, в общем-то, можно в бесконечности скользить. По мокрой листве. От, вышли из леса. Время сейчас, скажу, сколько. 18-31. Высота 1670 метров. Хорошо, меня Наташа предупреждает о таких опасностях. Это я сам их иногда не вижу. Вот. И тропа уходит прямо на гору, вот на ту. Но мы сейчас в облаке, на самом деле. Вот. Хотелось сказать вам про область, но потом расскажу. Итоги вечера, так сказать, когда дойдем. Так. Вот. Пришли. Получается 1813 метров 5 часов 20 минут. И вон там показались какие-то домики вдалеке. Дойдем, посмотрим сейчас. Вот-вот-вот. Электроизгородь. Электроизгородь. Высокое напряжение. Кто в лесу? Медведь. Место стоянки. Да, вот пришли, куда надо. А что, сюда выходишь, да? Осторожно, электроизгородь, Наташа. Вот сюда переступаешь? Подожди. Стой. Да, вон там люди. Давай, вот сюда. Тихо-тихо-тихо. Электроизгородь. Стой-стой. Ну, здесь тему нужно нормально? Переступай аккуратней. Медведи здесь тоже не поздоровятся. Стой-стой, стой, не уходи. Подержи фонарь. Я палку возьму. Сейчас. Между ног у меня это изгородь. А что, здесь тоже реально лед не пройдет здесь, что ли? А ладно, что-то. Ну, они натягивают еще вот так, наночь, что ли? Это пружины эти. Не ледяйте, боится пройти. На, давай. Как это надо, дайте нажать, кстати. Че, куда? А может, как-то веревочка надели. Не трогай. Это оно и есть. Веревочки. Нет, это электроизгородь. Фух. Слушай, дай посмотрим, что здесь есть. И к кому еще можно обратиться. Ну что, дождались мороза. Да, да, выбрали хороший день, правильно. Здравствуйте. Здравствуйте. Че тут как? Как, блин, не сядь? Вот так вот сиди. Не, а площадки кто-то выделяет? Бесплатные, неплатные? Ну, пропуск выбрали. Да. На этот. Ну, там, смотри, кажется, вольтвески на реку. Смотрительница сверху, да? Да. Да, мы с высадкой идем расставим. Хорошо, спасибо. А сверху это где? Ну, я туда иду. А, все, идем. Все, в общем, дошли. Получилось 1826 метров. 5 часов 36 минут. Вот сейчас палатку будем ставить. Сейчас уже, наверное, да, 11 часов вечера. Температура воздуха около нуля. Очень холодно. Вот, у нас, значит, у меня два мешка, которые рассчитаны на 15 градусов. Еле согрелись. Вот. Еле высушили всю одежду, которая у нас здесь. Мокрая. Она вот так вообще мокрая. Здесь еще вот плащ мокрый. Все ботинки мокрые. Заменить их нечем вообще. Вот. Что еще? В общем, очень-очень некомфортно. Готовьтесь в следующий раз, если пойдете. Вот. Не повторяйте наших ошибок. Я потом не завяжу. Ну, короче, что мы пытаемся? Мы пытаемся высушить штаны. Вот, подвесили вверху палатки. А вот так они неудобно, да, будет? И вот сюда, вот запили. В общем, проснулись мы тут. Переночевали при нуле. Еле-еле переночевали. Витрюга, мороз. Все мерзнет. Вот. Да еще самое интересное. Приходил медведь. Приходил медведь. Тут его ребята отпугивали. Не знаю, отпугнули или нет, но, в общем, наверное, отпугнули, если он нас не съел. Вот. А еще мы все опухли. Потому что лежали как-то неудобно. Подушки низкие. Вот такие дела. Не хочу открывать. Давай откроем, посмотрим, что там. Давай. Нам все-таки надо куда-то идти. И что-то делать. Давай так. Ого. Ого. Слушай, виды есть. Нет, и не просто здесь. Все белое. Это ночь. Ах, да. Все намокло. Теладочку с озера. Теладочку с озера. Есть дом? Нет, и дом. Есть. Есть тепло, ведет. В общем, еду ночью приходится хранить в отдельном домике. Вот в том вот, слева, который. Чтобы медведь не забрал. Вот сейчас не все обратно. А вот этот наш лагерь. Тут уже затягивает облаками все. А, кстати, про медведя-то забыл совсем сказать. Вот это электрическая сетка натянута. Но это не сетка. Электрическая проволока натянута. А медведь вчера ночью, в 2 часа ночи, пришел вот оттуда. Из каких-то вон тех вот. Вот в этих кустах его видели. И отпугивали ракету, даже пускали. А, проволока вот она идет. То есть это веревка натянута просто. И вот проволочка здесь прям-то идет. Так. Не знаю, откуда у нас идет электрическая сетка. Но, наверное, какой-то конденсатор стоит. Не знаю, какой-то. Держи, держи, держи. Потом если он не верит, он подойдет, он отпускает все. Все-таки решили мы идти до Чупсинских водопадов. А не до Ачишхо. Или Ачишхо. Потому что мы иначе сегодня просто не успеем назад вернуться. Утро сегодня получилось очень длинным. Да, Эташ? Да. Вот. Сейчас еще пока еду готовим. Все такое. Вот. И на все про все нам это 6 часов, наверное, чтобы дойти до водопадов и вернуться в лагерь, снять палатку и добраться до места забора. Я уже не хочу. Но Наташа говорит, что уже не хочет. На самом деле я даже не знаю, что от нее мучить. Какие-то птицы летят. Немерные вороны. Вот еще одна. Вот она. Как-то крякает странно. Нет, больше на вороны похоже. Значит, водопады у нас в том направлении. Вот тропа идет. На самом деле эти таблички делают все таким попсовым. Ну, кажется, что все так просто и легко. Типа там водопады, там, не знаю, там озеро. На самом деле начинаешь идти, я офигеваю, что ты тысячи метров вверх. Пятьсот метров вверх. На самом деле все не так просто. Не так просто, как кажется. Например, там приходит. Типа думаю, сейчас палатку поставлю, посплю. Поспал. Замерз. Медведь чуть не съел. Вот. Скользко. Вот такие дела. Такие дела. Как не солнце вроде так выглядывает? Так. В общем, идем. Незначный тюнионит. На смотровую площадку. А потом по дороге идем до водопадов. Водопады у нас вон здесь, перед горой. Короче, высота 1866 метров. Куда это какое-то странное растение? Рододендрон. Рододендрон. Угу. Нормально. Та-да-дам! Вот так вот проходят походы. Идешь, идешь вверх. Идешь, идешь. Вот в гору прямо идешь. И опять идешь. А потом отдохнешь. И опять идешь. Короче, вот это, оказывается, все гора. Дея на камере может быть не бытвенна, вот пересветы. Здесь гора. И потом еще вот куда-то сюда вот уходит гора. Северный псяшка. Это вон слева там будет, потом южный. Та-да-да-да-да-да. Каменный стоп. Черная пирамида. Айба, айба. Айба. И ачишка. Наконец-то. Вот он справа будет. Смотрим теперь, что мы видим. Ничего, не видим. Короче, что, казалось, что ночью вообще сдохнем от холода. Вот, с утра казалось, что из палатки вообще не выйти. Но как только надел я мокрые штаны свои и воткнул ноги в мокрые ботинки, все начало нагреваться вроде как. Потом пошел прогулялся, вот, и согрелся. Вот, а сейчас вообще идем до водопадов, и вообще хорошо стало. Вообще прям хорошо. То есть, я не знаю, как объяснить. Самые идеальные условия, которые могут быть не жарко, не холодно. Штаны маленько влажные. Вот, видно, что здесь влажные. Там все мокрое. Вот, и очень комфортно идти. Продолжение. Сейчас все маршрут до водопадов теперь. Сейчас пойдем до водопадов 2,5 километра. 2,5 километра. 57 минут. На самом деле, не 57, а час. Вот, дойдем. Два часа, ты хотел сказать. Два часа. Час. Час показывает, два часа до идти. Правильно. Вот там вот видно водопады. Ниточка водопадов. Папоротниковая аллея. Сплошные папоротники. Там наткнулись на медвежье говно. Вот так вот оно выглядит. Видите, куча ягод съедена. Потом чуть дальше вот еще их, знаете. Это типа лапок, но маленький все. Вот, для ребенок. Вот здесь еще высер ягодный. Ну, надеюсь, у нас медведь это не съест, потому что он все-таки ягоду предпочитает. В общем, вот. Нашли еще одно доказательство, что медведи это травоядное животное. Ну, в данном месте. Вот. Тяжело? Так, тут был камнепад. Да, перенастроил я часы. Теперь они правильно измеряют расстояние. Тут не дергается определение координат. Выбрал я в часах GPS плюс Галилео. Смотри, какой вид. Класс. Вообще. Бросил сюда, выпустил новый. Вот. Выпустил новый. Вот какой каменюга. Я хотел рассказать про погоду в горах. Что вот идешь-идешь, мучаешься-мучаешься. Вроде видишь на горизонте. Все сейчас хорошо. Сейчас уже почти дошел до водопадов. Да, и в результате что? Что? Затянуло все этим дурацким облаком. То есть, что... Ну что, мы уже достаточно близких водопадов. Метров четыреста, наверное, осталось. И вот, наконец-то, мы дошли. Ага. Вот сюда-то мы и не попадем. Вот вторую часть маршрута прошли до водопада. Получается, за час вторую часть прошли. Давай, туда-давай. Вот так вот люди переправляются через речку. Да, ничего, мужчины помогают. Так, ну все. Отправляемся от водопадов. От водопада справляемся на озеро Зеркальное, обратно. Вот, маршрут начали с 15.36. Соколы кружат. Вон они. Вон они там летают. Соколы кружат. Все? все что-то небо прояснилось вроде как здесь или прояснилось картинка стала маленько другой в отличие от той когда мы туда шли вот наконец-то теперь отсюда видно лагерь вот наш лагерь раньше не было видно из-за тумана теперь можно сходить на смотровую снова час 33 идем всего от водопадов езда лагеря до час сорок пять лет нам дайте опять на смотровой и такой вид открывается красная поляна и очишка где-то справа должна быть все пришли к лагерю время час сорок шесть нам потребовался заходом на смотровую площадку котиков за тех 1800 метров ли воин даже с ошейничка хороший добрый домашний так вещи забрали значит 17 52 выдвигаемся из зеркального в озера какие озера вот столько вот прошли будем час остался осталось буквально остался 1 километр и мы дойдем до конца